Одежда Это вообще был кемпинг для дальнобойщиков, так называемый «тир-паркинг». Во всяком случае, вокруг заведения постепенно собиралось все больше грузовиков и фур, водители выбирались из них, раскрывали зонты и натягивали на головы капюшоны дождевиков и спешили внутрь. Все это Юля наблюдала через маленькое окошко на уровне земли. Тут, среди крысиных скелетов, палые листвы и дохлых лягушек найдут рано или поздно ее разлагающийся труп, когда вонь станет нестерпимой. Она забралась сюда около часа назад, когда машин еще было немного. Пара безликих камазов с тентовыми кузовами, пестрая фура, покрытая крупными надписями на немецком, дом на колесах и три минивена. В течение времени, что Юля дрожала в подвале, подъехали еще два грузовика и длинная фура, на которой красовалась всего одна надпись «Утилизация органических отходов». Она была нанесена от края до края, а под ней темнел затейливый логотип компании, смысл которого девочка не поняла. От нечего делать, Юля взглянула на часы. Они намокли и остановились, под стеклом виднелась вода, теперь их только выбросить. Веселый Дональд Даг подмигивал сквозь капли, и это выглядело так, будто он глумился на 14-летней девочке, сбежавшей из дома и решившей, что проживет без матери алкоголички и отчима, норовящего залезть грязной лапой ей в трусики, стоит супруге отключиться после трех стаканов водки. Впрочем, вскоре вода растворила краску, и желтый утиный клюв немного стек вниз, придав мультяшному персонажу обиженное выражение. Таким Дональд нравился Юле больше, хотя нравился слово «неподходящее». Что тут вообще могло нравиться? Ее трясло, и перспектив не вырисовывалось никаких. Сюда она доехала на подобравшие ее девятки автостопом. Она читала, что таким образом люди путешествуют по всему миру. Ее первый опыт оказался неудачным. Водитель остановил машину, едва стемнело, и попытался изнасиловать ее прямо на переднем сиденье. Он даже успел расстегнуть ширинку, прежде чем девочка открыла дверь и кинулась в лес. Рюкзак с вещами остался в его машине. Скорее всего, он выбросил его в придорожные кусты, но от этого не легче. Юля бежала так долго, что ни за что не отыскала бы обратной дороги. Хорошо, хоть в заднем кармане джинсов осталось немного денег. Восемьсот рублей, которые она достала из куртки отчима, пока тот был в туалете. Удирая, девочка несколько раз упала и теперь правое колено соднило, лодыжка тоже. Надо было обработать раны хотя бы йодом, но где его взять? Конечно, можно пойти в бар, но там сразу смекнут, что к чему и она оглянуться не успеет, как окажется дома. А там уж ей покажут, как красть и заставлять маму волноваться. На спине еще с прошлого раза синяки не зажили. Только пожелтели и походили на грязные пятна, будто кто-то потыкал в лопатки и поясницу огромными, перемазанными чем-то пальцами. К тому же после приключения с водителем девочка не доверяла взрослым, особенно мужчинам. А в заведении, под которым она нашла приют, собирались именно они. Во всяком случае, еще ни одной женщины Юля не заметила. Всклипнув, она утерла навернувшиеся слезы. Чудо, что ее не изнасиловали в девятке. Чудо, что она выбралась из леса, а не заблудилась и сгинула в каком-нибудь болоте. Чудо, что случайно вышла к этому кемпингу. Чудо даже то, что одна из закрывавших подвальные окошки решеток оказалась расшатанных и поддалась ее усилиям. Так что девочка смогла протиснуться внутрь. Но столько чудес за раз, это и так перебор. Едва ли судьба настолько щедра, чтобы не остановиться на цифре четыре. Поэтому дальше может быть только хуже. Собственно, все шло к тому, что именно в этом сыром, темном подземелье Юля и закончит свой побег. А заодно и жизнь. Что ж, подумала она в отчаянии. Ну и пусть. Все равно дома не жить. Снаружи к стоянке подкатили два самосвала, а за ним несколько фур. Было интересно наблюдать за тем, как они паркуются. Юле все время казалось, что водитель вот-вот врежется в какую-нибудь из стоявших машин. Но огромные тачки вставали именно туда, куда нужно. Просто удивительно, как это получалось. Юлин взгляд снова задержался на белевшем в темноте контейнере с крупной алой надписью. Интересно, какие именно органические отходы везла эта фура? Девочки вспомнились фильмы, в которых показывали жуткие контейнеры с радиоактивными массами, вирусами, бактериями и мутагенами. Но тут едва ли имело место нечто подобное. Юля пригляделась к логотипу, но так и не сумела разобрать, что именно было изображено под надписью. Похоже на стилизованный рисунок какого-то животного. То ли кролика, то ли крысы. Водитель фуры вышел из бара покурить. Держа сигарету, он приблизился к машине, постоял возле кабины, затем двинулся вокруг, глядя то вверх, то на колеса, задержался возле дверей контейнера. Выбросив окурок, свободный от зонта рукой, подергал что-то, словно проверяя, заперто ли. Покачал головой и двинулся дальше. Около минуты его не было видно, пока он шел с другой стороны фуры. Затем водитель появился перед кабиной, в руке у него был мобильный телефон. Позвонив кому-то, он поспешил назад в бар. Там, наверное, было сухо, тепло и относительно уютно. Во всяком случае, лучше, чем в подвале. В дальнем углу раздался едва слышный шорох. Девочка машинально подтянула ноги к подбородку. Крыса? В такой дождь под мотелем могло спрятаться любое животное. Хотя кто может водиться в этом лесу, да еще рядом с трассой? Разве что кошки да собаки. Но может еще и лисы? Или белки? Юля поочередно представила, что темнота скрывает каждое из пришедших на ум существ. Снова послышался шорох. На этот раз чуть ближе. Невидимое животное подкрадывалось к девочке. Наверное, оно принюхивалось, припадая к сырой земле и надеясь остаться незаметным. Зачем? Что хотела? Рассчитывала получить подачку? Наверное, ее подкармливают сотрудники кафе, и оно привыкло к людям. Иди сюда, дрожащим голосом выговорила Юля. Иди, не бойся. Еды у нее не было. Но она хотела увидеть того, кто прятался во мраке. Она должна была узнать, кто там. Ведь, как известно, у страха глаза велики. Кс-кс-кс-кс. Неуверенно позвала девочка. Если это псина, то кис-кис не подействует. Подумала она спустя несколько секунд, когда животное так и не появилось. Как подманивают собак, она не могла вспомнить. Ну и ладно. В конце концов, что ей задело до того, кто боится ее? Он не причинит ей вред. А вот холод, да. Если она не найдет способ согреться, то простудится и подхватит пневмонию. Но что она могла предпринять? Снова подступили слезы. Неудачный день она выбрала для побега. Надо было подождать, пока погода наладится. Но осень выдалась дождливая, промозглая. Все дни походили в этом смысле друг на друга. Да и не было у Юли особого выбора. Бежать пришлось спонтанно. Отец умер, когда Юле было года два-три. Она его не помнила. С тех пор прошло больше десяти лет, и у матери сменилось несколько мужчин. Из них Юле нравился только дядя Бори. Но он продержался меньше года. Наверное, понял, какая ему досталась. В сожительнице дряни смотался. Юля его не осуждала. В последнее время она уже объективно оценивала мать и не заблуждалась относительно того, в какой семье росла. В неблагополучной. Так назвал это социальный педагог в школе. Юлю поставили на учет четыре месяца назад за неуспеваемость. Двойки по математике и английскому мозолили глаза директрисе, которая всеми силами пыталась выжить неугодную ученицу из школы. Юле было все равно. Она спокойно ушла бы в другое заведение, но мать уперлась рогом. Ее вызывали, она ругалась с администрацией, грозилась написать кучу жалоб в РАНО и Министерство образования, а потом срывалась на дочери. Орала, что та ее наказание, что нервы ей треплет, что нет у нее сил больше и все в таком духе. Но хуже всего был отчим. Три дня в неделю он пил, а в остальные работал слесарем на заводе. Это были сносные дни, потому что он мог держать себя в руках и только провожал падчерицу сальным взглядом. Глаза у него были желтоватые в красных прожилках, а зрачки будто растекались и дрожали. От их взгляда хотелось отмыться. Поначалу он только пялился, но затем эту часть семейной истории Юля не хотела описывать даже в мыслях. Затем она убежала. По дороге Юля набрала номер школьной подруги, Светки Прянечкиной. Та была в курсе событий, как говорится, и не раз уговаривала все рассказать хоть кому-нибудь из взрослых. Так что, услышав про уход из дома, не удивилась. «Давай ко мне», — предложила она. «Переночевать можно, а то и поживешь. С родителями я договорюсь». Но Юля понимала, что у Светки ее будут искать в первую очередь. Все знали, что они близкие подруги. Отказалась. «Куда ж ты пойдешь?» — расстроившись, спросила Прянечкина. «Говорят, ночью гроза будет». «Что-нибудь придумаю», — ответила Юля самой банальной из возможных фраз. «Может, тебе не уходить?» — робко предложила Светка. «Расскажи матери. Она тебе поверит. Я подтвержу, если что». Юля промолчала. Она не хотела делиться с матерью ничем. Уже давно девочка чувствовала, что не найдет у нее ни поддержки, ни защиты. «Нет», — сказала она решительно. «Будет только хуже». В конце концов, она обещала Светке регулярно сообщать о том, что делает и где находится, а потом поехала автостопом к бабушке. Номера ее телефона у Юли не было. Девочка вообще не знала, есть ли у старушки сотовой. Так что она не могла предупредить о своем приезде, но надеялась, что вспомнит дорогу до покосившегося зеленого домика возле речки, где провела два лета, еще до того, как пошла в школу. Все, что знала, надо ехать по трассе М-52, никуда не сворачивая. До Любавы. А там пройти минут 20 вправо, пока не увидишь воду. Зеленый домик стоял на берегу, окруженный редким забором. Вот и все, что отпечаталось в памяти, осталось лишь надеяться, что этого хватит. Станут ли искать ее у бабушки? Наверное, да, но там можно спрятаться. Юля надеялась, что бабушка не выдаст. Главное все ей объяснить. Сидя в подвале придорожного кафе, она думала о том, что не хочет быть ребенком. Дети слабы и беззащитны. В них видят потенциальных жертв уже потому, что они не могут дать отпор. Юля хотела быть взрослой, еще лучше мужчиной, большой и сильной. Она бы ходила в спортзал и секцию карате, научилась бы защищать себя с оружием и без. Никто не посмел бы наехать на нее, а если бы посмел, то обязательно пожалел бы. Все это медленно прокручивалось у Юли в голове, пока она не задремала. Мысли сменились разными образами, словно с неправильной скоростью тянулась старая кинопленка. Сон был тяжелый, липкий. Иногда казалось, будто пространство заполняется мутной зеленоватой водой, и девочка тонула в ней, продолжая, однако, дышать и видеть очертания предметов. Страшно не было, а противно – да. Потом возвращались искаженные, иногда гротескные воспоминания. Отчим то представал в виде огромного мохнатого паука с выпученными человеческими глазами, то в виде жабы бледная кожа на горле судорожно вздувалась и опадала, а потом приоткрывался толстогубый рот, и из него стремительно вылетал розовый язык и норовил присосаться к голому бедру или плечу. В какой-то момент Юле показалось, что она вот-вот проснется. Даже почудилась, будто в подвале есть кто-то еще. Она сквозь сон чувствовала кожей чужое присутствие, но глаза так и не открылись, а сознание опять затянуло в омут прошлого. Вдруг девочка вырвала из сна, а цепенение как рукой сняло. Только тело трясло, и во рту ощущалась сухость с противным свинцовым привкусом. Из темноты донесся тихий, едва различимый шорох. Едва ли он мог разбудить, хотя иногда достаточно любого звука. Юля вглядывалась во влажный мрак, чувствуя, как мышцы сковываются нервным напряжением. Успеет она, если что, выскочить из подвала. Окошко было на уровне головы. Одно дело заползти в него снаружи, и совсем другое — подтянуться. На физкультуре Юля не блистала, и такое упражнение едва ли ей по силам. Неужели она оказалась в ловушке? Шорох повторился. На этот раз всего в паре метров от девочки, и к нему добавился еще один звук. Замерев, Юля подумала, что правильнее всего его было назвать чавканьем. В тот день я встретил в 20-м километре при дорожном баре для дальнобоев двоих своих приятелей — Бурлака и Петра Андреевича. Также с нами был мой напарник Юрка. После недавних событий он решил иногда зависать с нами, а уж потом идти к любовнице, жившей недалеко от бара. Мы потягивали пиво с орешками и время от времени бросали тоскливые взгляды в окно, за которым немилосердно лил дождь. Было около половины одиннадцатого вечера, мы давно поужинали и теперь просто болтали, пересказывая последние дорожные новости и делясь слухами. А уж их-то каждый дальнобой знает великое множество. Вдруг Бурлак наклонился вперед и в полголоса сказал «Парни, вон тот мужик уже третий раз выходит на улицу. Я видел, как он вокруг своей фуры ходит, будто ему что-то покоя не дает. Нервный, что ли?» Нервных на трассе не любили. Мало ли, что таким в голову взбредет. Наша работа любит спокойствие и выдержанность. Так что психи вызывали на осторожность, вот Бурлак и обратил наше внимание на мужика, сидевшего возле залитого водой окна. Дождевик он не снимал, а с большого черного зонта натекла на пол приличная лужица. Желтый капюшон закрывал верхнюю половину лица, так что виден был лишь ходивший ходуном с заросшей седой щетиной подбородок. Водила старательно пережевывал бургер, в который время от времени впивался зубами. Рядом на столе лежали черные резиновые перчатки, которые он зачем-то надевал, выходя на улицу. «Да, странный тип», — согласился Юрка. «Не люблю таких, особенно если они за баранкой тяжелой фуры. А у этого, кажется, именно такая. Что там на ней написано?» Стоянку освещали несколько тусклых желтых фонарей, так что надпись разобрать было непросто, но буквы были довольно крупными, и в конце концов нам удалось прочитать «Утилизация органических отходов». Петр Андреевич хмыкнул. «Интересно, что он везет и куда? И главное, почему все время бегает тачку проверять? Может, у него сломалось что-нибудь? Тогда надо бы подсобить. Но самим лезть вроде неудобно. Он еще и эсэмэски шлет постоянно», — заметил я. «Или чатится с кем-то?» «Действительно». На столе рядом с перчатками лежал телефон. Словно услышав мои слова, мужик вдруг схватил его и принялся быстро тыкать в экран большим пальцем. Довольно шустро для возрастного. Мой отец, например, едва в кнопки попадает. Про скорость вообще молчу. Иногда ответа по 10 минут ждать приходилось. «Надеюсь, у него там не протекло ничего?» — усмехнулся Бурлак. «Не хватало еще заразу какую-нибудь подхватить или радиацию поймать. Помню, смотрел передачу про Чернобыль. Так там...» «А давайте сходим и поглядим», — предложил вдруг, перебив его Юрка. «Серьезно, мужики? Лично я хочу знать, в чем там дело. У нас грузовик рядом припаркован. Мне такое соседство не особо нравится». «Вообще, у меня тоже», — сказал Петр Андреевич. «Но ты погоду видел?» Там льет, как из ведра. Уводил этого и дождевик, и зонт, и сапоги резиновые. По полной экипирован. А я лично успел промокнуть, пока от тачки сюда бежал. Зонт ветром еще сломала позавчера, так что, если хотите прогуляться, ради бога, но без меня. Я лучше тут посижу. Только обсохнуть успел. И вообще, мне простужаться нельзя. У внука послезавтра день рождения подарок везу железную дорогу с электрическим управлением. Восемь тысяч за нее отвалил. Так что, без обид, парни. «Мы переглянулись». «Я пойду». Юрка встал. «Мы тут уже часа полтора сидим, у меня ноги затекли, и покурить все равно охоты. Кто со мной? Пошли!» Бурлак тоже поднялся. «У меня дождевик, а ботинки хоть и не резиновые, но подошва толстая. А вось не промочу». Он взял со спинки стула и принялся натягивать объемный прозрачный плащ с капюшоном. Мне идти не хотелось. Нужно было проявить солидарность с напарником. К тому же было реально интересно, что не дает мужику в желтом дождевике покоя. Втроем мы вышли на улицу. Там было куда хуже, чем казалось изнутри двадцатого километра. «Ну, не давать же заднюю». «Я думаю, он не просто так сел возле окна», — сказал вдруг Бурлак. «Следит за фурой своей. Если попремся, прямо к ней увидит. Ну и что?» — откликнулся Юрка. «Плевать! Тут не его личная парковка. И потом, у нас тут рядом тачка стоит. Может, мы к ней идем? Заглянем в кабину для вида и всего делов. А станет возбухать, пошлем его нахрен». Он достал сигареты и закурил. Огонек мерцал, словно крошечный уголек. Юрка помахал рукой, рассеивая дым. «Ну что, вперед? Или будем стоять тут, как три дебила?» «Три дебила — это сила!» — хмыкнул Бурлак. «Ладно, твоя взяла. Мне и самому охота на фуру эту поглядеть». Водила все двери проверял, кстати, а потом звонил кому-то. Точно у него случилось что-то. Если увидим пролившуюся дрянь, советую грузовик ваш переставить от греха подальше. Сейчас что только не возят и не захоранивают втихаря. По документам там может быть откачанный из жирных жоп жир, а на деле, ну вы поняли. «Жир из жоп не выкидывают», — сказал я. «А закачивают в другие жопы, у кого они слишком тощие». «Я сам по телеку видел». «Да я не про это», — отмахнулся Бурлак. «Я к тому, что в этой фуре может быть что угодно. Хоть радиация какая-нибудь или пробирки из лаборатории, где вирусы выводят. Ладно, хорош трепаться, только время теряем. Пошли!» «Главное, чтоб мужик этот реально психом не оказался, а то схватится за нож или разводной ключ еще». Мы двинулись в сторону белой фуры. Вблизи она оказалась даже больше, чем выглядела из окна 20-го километра. Какой-то иностранной, неизвестной нам марки. Со стороны красной, шедшей от края до края надписи, больше никаких пометок не было. Обогнув машину, мы слегка задержались возле двери. Я бросил взгляд на окно бара. Водила сидел, глядя перед собой. Нас пока не замечал, жевал бургер. Тщательно, так задумчиво. Ну, бон аппетит, как говорится. А мы тут пока пошукаем маленько. «Замки целы, пломбы не тронуты», — проговорил Бурлак. «Не знаю, что он искал. На вид все в порядке вроде. Надо с другой стороны глянуть». Мы поспешили дальше. Дождь, разбиваясь о крышу контейнера, разлетался на мириады брызг, которые образовывали над нашими головами подобие слабо светящегося в свете желтых фонарей прозрачного купола. На левом боку фуры красовался знак, состоящий из трех переплетающихся серпов. Нет, не совсем серпов. Скорее, это были буквы «Т», но стилизованные. «Биохазард», — каким-то странным тоном сказал Юрка. «Так я и знал. Он везет биологические отходы, причем заразные. Ну-ка, что тут написано?» «Эх, жаль, фонаря нет». Мой напарник быстро подошел к мелкой надписи, шедшей в самом низу фуры. Мы догнали его, и тут же принялись читать. Видно, было плохо. Свет сюда почти не доставал, разливаясь возле кабины огромной тачки. «Органические отходы. Экспериментальный научный центр «Битос», — прочитал Бурлак вслух. Черт его знает, как расшифровывается. Но тачка эта нравится мне все меньше. «Тут еще какой-то зверек нарисован», — заметил Юрка, пройдя чуть дальше в сторону кабины. «Кролик, что ли? А нет, крыса?» В этот момент изнутри фуры донесся приглушенный удар, и мы дружно замерли. Удар повторился, но уже на расстоянии пары метров. Мы переглянулись. «Это еще что такое?» — прошептал Бурлак, делая большие глаза. «Там животное, что ли, внутри?» «Да нет, не может быть!» — медленно проговорил Юрка. «Написаны же отходы, значит, на выброс что-то может быть живого. Тут еще крыса нарисована», — встрял я. «Может, опыты какие над животными ставили, а теперь решили их того утилизировать?» «Я слышал, на крысах и лекарства, и яды, и даже косметику испытывают. А нет, косметику вроде на кроликах. Защитники животные потому и бьют тревогу, что и издевательство это все. Так не живых же их повезли бы», — возразил Бурлак. «Так не бывает. Их всех усыпить сначала должны были, а потом уж...» «Эй!» — договорить ему не дал резкий злой окрик. «Я аж вздрогнул!» Опернувшись, мы увидели стоявшего в трех метрах от нас водителя в желтом дождевике. В руке у него был большой, похожий на дубину фонарь, который он тут же поднял, осветив наши лица. «Какого хрена вы тут забыли?» — хрипло спросил он, наступая. «Резиновые сапоги шлепали по лужам, разбрызгивая воду». «Что вам надо у моей тачки?» «Ничего, братан!» — отозвался Юрка, поднимая руки так, словно сдавался. «Шли к своей!» — он указал на наш грузовик. «И заинтересовались значком вот этим!» Палец переместился на символ биологической тревоги. «Вот стоим, думаем, что за заразу ты везешь! Подхватить боимся!» Он усмехнулся, давая понять, что пошутил. Но видневшиеся из-под капюшона тонкие губы улыбка даже не тронуло. Мужик подошел к нам почти вплотную. Из-за направленного на нас фонаря лица его по-прежнему видно не было, только рот и подбородок слегка выхватывались бледным отцветом. От водителя пахло чем-то резким, незнакомым. Странно, но в баре этот запах не чувствовался, хотя сидели мы довольно далеко. Мне почему-то пришла в голову мысль о дезинфекторе. «Ничего особенного», — проговорил водила, продолжая светить на нас. От резкого света приходилось часто моргать. «Мне не докладывают, что внутри. Секретно все, наука ж. Даже отходы и те никому выдавать нельзя. Сплошная конкуренция, так что не парьтесь». Он старался говорить дружелюбно, однако в хриплом голосе чувствовалось напряжение. «Идите мимо, а то я волноваться начинаю. Мне за этот груз головой отвечать, если что». «Ты не бойся, братан», — махнул рукой Юрка. «Нам твоя помойка даром не сдалась. Мы, наоборот, подальше вот думаем фуру переставить свою, а то как бы не подхватить чего. Вдруг у тебя там вирус какой-нибудь недобитый». «Как хотите», — сказал мужик, опустив, наконец, фонарь. «Но зря провозитесь. Ничем вы не заразитесь. Все упаковано герметично, соответственно, санэпидем-требованием». Последнее слово он выговорил с трудом, будто долго его заучивал. «А вот тогда ладно», — кивнул Юрка. «Пошли, мужики, возьмем сумку из кабины и в бар, а то тут так промозгло, что меня уж до костей пробирает». Водила странной фуры следил за нами, пока мы делали вид, что ищем в своей машине сумку. Пришлось взять одну для вида. Возвращаясь в бар, мы помахали ему ручками, но он даже не шелохнулся. Так и стоял, неподвижно, светя фонарем на лужу под собой, но я лично чувствовал, что глаза, скрытые желтым капюшоном, неотрывно следуют за нами. От этого невидимого взгляда пробирало почище, чем от ветра. Сев за стол, Юрка бросил полупустую сумку на пол. «Не понравился он мне», — объявил мой напарник, глядя в окно. Лицо у него было нахмуренное, серьезное. «Странный тип, и тачка у него тоже. А то, что внутри кто-то есть вообще факт, и, судя по удару, никакие там ни крысы и даже ни кролики». «Кто там есть?» — переспросил Петр Андреевич. «Где? Вы о чем, парни?» Пока нас не было, он успел заказать еще одну кружку пива и теперь тянул ее маленькими глотками в своей обычной манере. «Не знаем», — сказал Бурлак. «Только внутри фуры кто-то ходит и в стены стучит. Может, людей перевозят. Живой товар. Иммигрантов, например. Гастарабайтеров нелегальных. «Не, они бы тихо сидели, как мышки», — не согласился Петр Андреевич. «Им не надо, чтобы тачкой заинтересовались. Скорее уж, проституток». «Да ну!» — махнул рукой Юрка. «Какие проститутки? Там машина серьезная. Видно, что у научного центра этого денег куры не клюют. Да и зачем им этим заниматься? А что?» — встрял Бурлак. «Между прочим, самая тема. Отличное прикрытие ж. Кто полезет проверять груз, на котором значок биологической опасности стоит?» «Какого еще научного центра?» — заинтересовался Петр Андреевич. «С чего вы взяли про него?» «А на фуре написано», — сказал я. «Только название не вспомню. Буквы какие-то английские. Еще крыса намалеванный, знак биохазарда. Биологической опасности, то есть. Я вспомнил, где видел такое. В одной игре компьютерной. Так там отсюда мутанты выскакивали, и их мочить надо было, из чего попало». «Что-то не нравится мне это», — задумчиво протянул Петр Андреевич, бросив долгий и озабоченный взгляд на окно. «Вернее, то, что водила этот, туда-сюда шляется. Мы вот сидим спокойно, а ему не имется прямо. Кстати, что он вам сказал? Я видел, как он ломанулся на улицу, как только вас возле тачки своей заметил. Мы с другой стороны были», — сказал я. «Случайно, наверное. На нас наткнулся, когда в очередной раз проверять что-то поперся». Петр Андреевич покачал головой. «Не, парни. Он сидел и жрал бургер, а потом поглядел в окошко и как стартанул. Явно вас заметил. Может, ноги ваши видны были, не знаю уж. Ладно. Неважно, сейчас-то он где. Наверное, там стоит. Может, решил фуру сторожить. Хотя нет. Вон идет!» Бурлак кивнул в сторону окна, но мы и так уже заметили направляющегося к бару водителя в желтом дождевике. Но, к нашему удивлению, он не зашел в дверь, а свернул куда-то влево и исчез из виду. Мы продолжали сидеть и ждать его появления. Бог знает почему. Спустя минуты три в стеклянной части двери наконец мелькнула желтая, а затем она с грохотом распахнулась, и в бар шатаясь, ввалился водитель странной фуры. Его дождевик покрывали красные разводы, стекавшие на пол, а сама пленка была разодрана в нескольких местах. Захрипев, водитель оперся о косяк, но рука в мокрой черной перчатке соскользнула, а он тяжело рухнул лицом вперед, растянувшись возле входа. В первые секунды все, кто был в баре, замерли в изумлении, но затем начали вскакивать. Раздались встревожные возгласы. Человек нуждался в помощи, ему нужно было ее оказать. «Аптечку!» Раздался чей-то голос. «Что с ним?» Донеслось с другого конца зала. Мы протиснулись к пострадавшему одними из первых. Бурлак присел возле водителя, но дотронуться до него не решался, и правильно. Можно сделать только хуже, неизвестно ведь, что случилось. Это знает каждый, кто знаком с основами оказания первой помощи. Из-под желтых лохмотьев медленно растекалась кровь. Как бы водитель фуры не получил повреждения, они были очень серьезны. Сам он почти не двигался так, шевелился слегка и кряхтел. Было ясно, что он может просто истечь кровью на наших глазах. «Надо его перевернуть!» Громко сказал Юрка. «И остановить кровь!» «Кто умеет делать перевязки?» К нам протиснулся кто-то с оранжевой аптечкой в руках. «У меня есть бинты!» Двое дальнобоев взяли с сорваный дождевик и не без труда перевернули раненого на спину. Распахнули желтую пленку. Стало видно, что одежда под ней разодрана, и из глубоких порезов толчками выливается кровь. «Кто это мог сделать?» Глухо прошептал Юрка в ужасе, глядя на человека, с которым мы говорили всего несколько минут назад. «И когда?» Бурлак вдруг ломанулся к выходу. Для этого ему пришлось переступить через ноги раненого. Распахнув дверь, он остановился на крыльце, озираясь по сторонам, затем вернулся. «Никого! Блин, ничего не понимаю!» Кто-то уже звонил в скорую, кто-то набирал полицию. В баре царила суматоха. Я подобрался к Бурлаку и тихо сказал. «Ты видел раны?» Это не ножом сделали. Как будто животное когтями ударило. Тот уставился на меня, выпучив глаза. «Какое нахрен животное?» «Что ты несешь?» «Откуда здесь зверям взяться?» «Я ни разу даже вшивую белку не видел поблизости, а мы тут частенько зависаем, сам знаешь». Мой отец охотой увлекался. Еще недавно стрелять волков ходил с ружьем. Так что ты уж мне поверь. Водилу этого какой-то зверюга задрал, причем прямо здесь. Я указал на стену слева от входа в бар. Или за углом. Может, мужик этот решил там отлить, вот и не было его видно три минуты. На какой там отливать, если внутри есть сортир? Бред какой-то! А на кой он таскался фуру свою осматривать десять раз? Это не бред! Мы оба повернулись в сторону белевшего в темноте грузовика. Теперь алые буквы на его борту казались кровавыми разводами. «Думаешь, оттуда что-то выбралось?» Глухо спросил Бурлак. «Но замки и пломбы, все целое было же. Надо снова эту тачку осмотреть». Не веря самому себе, сказал я. «Замки замками, но что-то могло и так вылезти. Через стену, например. Вряд ли они там бронированные». Бурлак скривился. Ему идея явно не зашла. Он тоскливо взглянул внутрь бара. «А даже если и так...» «Что мы сделаем?» Спросил он. «Не убьем же... Крысу эту. У меня, например, пушки нет, а у тебя...» «Нет, но...» «Хоть убедимся, что...» «Ты видел раны у этого мужика?» «По-моему, он окочурился уже. Вон, ему дождевик его на лицо натягивает. Думаешь, нам больше повезет?» «Нет, надо полицию дожидаться. Пусть сами разбираются, что тут за зверьё разгуливает. У них хотя бы стволы есть». В этот момент я увидел выглянувшее из-за угла детское лицо. Схватил Бурлака за плечо, развернул его туда. «Смотри, ребёнок! Чёрт, откуда он здесь? Надо его забрать, отвезти внутрь. Зверь может её задрать!» «Блин!» – простонал Бурлак. Ему идти никуда не хотелось. «Я его отлично понимал, мне тоже. Но не оставлять же ребёнка на улице». Детское личико спряталось за углом бара. «Эй!» – крикнул я. «Не бойся, иди сюда!» Никакой реакции. «Ты чего орёшь?» – осведомился Пётр Андреевич. Он пробрался к нам, вид у него был встревоженный и мрачный. «Мужик-то дуб отдал. Раны у него жуть, рваные, огромные, будто медведь лапой шарахнул. Юрка звонит в скорую, никогда звониться не может. Связь, говно!» «Возможно, из этой фуры какая-то зверюга сбежала», – сказал Бурлак. «Мы же говорили, там кто-то внутри был живой, может, и не один?» «За углом ребёнок», – встрял я, указывая пальцем. «Надо его забрать, а то, как бы второй труп не обнаружился». «Ребёнок», – удивился Пётр Андреевич. «Откуда ему тут взяться? Хотя неважно, ты прав, его надо внутрь завести. Пошли!» Не дождавшись нашего согласия, он поспешил вдоль стены. Я двинулся следом и быстро нагнал его. Позади раздалась матерщина, а затем с нами поравнялся Бурлак. «Давайте хоть монтировки из кабин возьмём», – предложил он, озираясь. «Мало ли что!» «Некогда», – деловито бросил Пётр Андреевич. «Надо ребёнка быстро с улицы увезти». Свернув за угол, мы сразу увидели маленькую фигурку, стоявшую в четырёх метрах перед нами. Мокрую насквозь. «Девчонка», – сообразил я. «Иди сюда», – позвал Пётр Андреевич, делая несколько шагов. «Скорей! Тут опасно оставаться! На улице какой-то зверь бродит дикий хищник. Может на тебя напасть? Серьёзно, я не шучу. Одного дяденьку поранил уже!» Девочка попятилась. «Только теперь я заметил, что она босиком, да не просто босиком. Штанов на ней тоже не было. Голые ноги торчали прямо из длинной мокрой куртки. Что за хрень?» «Да что ж такое!» – пробормотал Пётр Андреевич, ускоряя шаги. «Давай руку, мы тебя не обидим. Ты слышала, что я сказал? Надо быстрее спрятаться. Ты не бойся, у меня самого внуку лет, как тебе примерно. День рождения скоро у него. Давай, иди сюда!» На наших глазах девочка вдруг стянула через голову куртку и медленно опустилась на четвереньки. «Эй, ты чего, малая?» – опешил, останавливаясь Пётр Андреевич. Руки у девочки вытянулись, ноги вывернулись коленями назад, а лицо превратилось в звериную морду с острыми ушами и горящими зелеными глазами. Бледная кожа покрылась густой серой шерстью. Всё это произошло стремительно. Буквально за несколько секунд раскрылась пасть, сверкнули длинные белые клыки, а затем существо прижалось к асфальту и прыгнуло Петру Андреевичу на грудь. Вопль бурлака едва не вызвал у меня сердечный приступ, он испугал меня даже больше, чем трансформация ребёнка. От него я скорее в ступор впал. Но полный отчаяния и ужаса крик мгновенно вывел меня из него. Неведомая тварь повалила Петра Андреевича на землю, впилась ему в грудь когтями и принялась остервенело рвать. Из жуткой пасти рвалось низкое хриплое рычание. Дальнобойщик схватил существо за толстую шею и пытался оттолкнуть от себя, но силы были неравны. Оно вцепилось зубами ему в руку, погрузив клыки глубоко в предплечье. Бурлак кинулся вперёд, подхватил по пути пустой ящик целая гора, которых была свалена у стены, и обрушил его твари на круглую голову. Тоски с хрипом разлетелись. Ящик оказался надет существу на шею и застрял на ней. Оно замотало башкой, махнуло когтистой лапой, пытаясь достать Бурлака, но он ловко отпрыгнул назад. Последовав его примеру, я схватил другой ящик и с размаху швырнул в неведомую тварь. Получив удар, она спрыгнула с Петра Андреевича, пригнулась, уперлась лапой в обломки ящика и стиснула их с шеи, а затем медленно двинулась в нашу сторону. Бурлак пятился, не сводя с неё глаз. Я представил, как живое существо сначала расправляется с ним, а затем со мной. Захотелось дать дёру, укрыться в баре, но так поступить я не мог. Сердце колотилось, как сумасшедшее, при этом по телу разливался сковывающий ужас. Наверное, так чувствует себя мышь, заворожённая холодным и безжалостным взглядом змеи. Заставив себя очнуться от оцепенения, я подхватил ещё один ящик, бросил его в чудовище, но оно лишь отскочило в сторону, злобно лупя себя по бокам хвостом. Больше всего оно напоминало огромную кошку. Рысь, что ли? Нет, у рысей же хвост маленький совсем, а может, в контейнере везли леопарды или кого-нибудь в этом роде? На ком только не ставят эксперименты, но мы видели своими глазами, как в жуткую тварь превратилась вполне обычная на вид девочка. В голову пришла мысль об оборотнях. В сказках, правда, говорилось о волках, но какая разница? Всё это проносилось в моей голове со скоростью света, даже не знаю, как я умудрился воспринимать информацию. Тварь прижалась к земле и прыгнула на бурлака. На этот раз вскрикнул я. Мой вопль смешался с резким и сухим хлопком. С земли полыхнуло, и зверюга, кувыркнувшись в воздухе, врезалась в бурлака комком серой массы. Сбив его с ног, она шлёпнулась в лужу и забилась, поднимая фонтаны грязных брызг. Сначала я не понял, что произошло, но затем увидел Петра Андреевича, держащего в руке пистолет. Он смел вытащить его и пальнуть с земли, истекая кровью, и наверняка теряя сознание от боли. Закалённый девяностыми, старый дальнобойщик был готов к встрече со злом куда лучше нас и экипирован гораздо лучше, чем мы думали. Раздался ещё один выстрел. Пуля вошла твари в бок, а затем Пётр Андреевич обмяк, выронив ствол. Я кинулся к нему, схватил упавший пистолет и направил дрожащей рукой набившуюся в судорогах тварь. Надавил спусковой крючок. Бахнуло, ослепив меня на секунду. Попал. Я попал. Пуля вошла в тело существа, и оно пару раз, сдёрнувшись, наконец, затихло. Зелёные глаза медленно гасли. Я стоял, глядя на него и не веря, что всё закончилось. Мелькнула мысль, что вот сейчас огромная кошка начнёт меняться и превратиться в девочку, как это бывает в фильмах про оборотней. Но этого не произошло. Наверное, к счастью. Потому что я не представляю, как объяснили бы полиции, что мы застрелили ребёнка. Мои мысли прервал бурлак. «Смотри!» — крикнул он, показывая пальцем мне за спину. «Осторожно!» Обернувшись, я увидел крадущуюся в мою сторону кошку. Обычную, серую. Но что-то было в её движении такое, что заставило мурашки пробежать по моей спине. Она не шла по своим делам и не явилась, привлечённая нашей вознёй. Нет, она кралась так, словно охотилась на меня. А затем её глаза вспыхнули ярким зелёным светом, неотражённым от далёкого фонаря едва видневшегося в пелене дождя у края парковки, а своим собственным. Внутри маленького черепа будто зажглась мощная лампа. Не раздумывая, повинуясь инстинкту самосохранения, я поднял руку и выпустил в кошку все оставшиеся в обойме пули. Попал только дважды, потому что после первого выстрела её отшвырнуло назад, но этого хватило, чтобы зелёный свет погас, животное замерло с приоткрытым ртом, из которого потекла тонкая чёрная струйка. Чувствуя, что ноги подкашиваются, я привалился к стене и медленно осел на асфальт. Пистолет выпал из ослабевших пальцев, меня тошнило, в висках дико пульсировало, похоже, давление скакануло, оно и неудивительно. Бурлак на четвереньках подполз к Петру Андреевичу, потряс его, похлистал по щекам, и, сдав тихий стон, прижал два пальца к запястью, я увидел, как по лицу Бурлака потекли слёзы и всё понял. Прикрыв глаза, замер, чувствуя холодные струи дождя. Надо осмотреть фуру. Нельзя расслабляться. Там ещё что-то могло остаться. Наверняка осталось. До моего слуха донёсся далёкий вой сирены. Похоже, где-то неподалёку дежурили депсы, их-то и отправили на вызов из бара. Что ж, их ждёт большой сюрприз. Ладно, пусть тогда сами займутся фурой и этой жуткой тварью, валяющейся в луже воды и собственной крови. А у меня не осталось сил. В голову пришло, что теперь придётся отвезти внуку Петра Андреевича железную дорогу. На электрическом управлении. Восемь тысяч человек отдал всё-таки. Я почувствовал, как моё тело сотрясается в подступающей истерике, а затем открыл глаза и, не обращая внимания на льющий в них дождь, дико заржал. И ещё долго не мог остановиться. Даже когда тьма раскрасилась мигающими синими и красными проблесковыми маячками, меня продолжало корчить. А рядом со мной сидел бледный, как мел, бурлак и, положив на колени голову Петра Андреевича, медленно раскачивался из стороны в сторону и плакал, тихонько подвывая. Лужа вокруг них стала чёрной из-за вылившейся из нашего погибшего товарища крови. Лишь увидев появившуюся из-за угла полную приземистую фигуру Костика, нашего приятеля из патрульной службы, я смог остановиться. «Что тут у вас произошло?» После паузы, окинув взглядом место происшествия, спросил Костик. «Нам сообщили о выстрелах. Не знал, что у тебя есть ствол?» Меня снова затрясло. «Это не мой. Выдавил я из себя, прежде чем меня снова скрутили судороги». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok